Мы продолжаем с помощью Всевышнего короткие комментарии к недельным главам. Урок посвящается И мы дошли до главы Шилах. И поговорим сегодня немножко о Митцве Цицит, которая описана в этой главе. И причина, почему эта заповедь описана в нашей главе, она достаточно понятна. Эта заповедь в каком-то смысле ключевая. Хазар говорят в сифри в Медраше, что она сопротив всех остальных заповедей, в том смысле, что если человек носит цицит, это будет ему напоминать обо всех остальных заповедях. Более вероятно, что не будет тогда грешить. Специально человек всегда поможет грешить, даже если он носит цицит. Разумеется, цицит здесь не поможет. Но если человек случайно готовится грешить, или в основном случае забыл про что-то, то, может быть, цицит ему напомнит и остановит его от греха. Поэтому в каком-то смысле цицит считается сопротив остальных заповедей. И эта заповедь дана сразу после греха разведчиков, самого большого, возможно, греха за наше время в пустыне. И по этой причине заповедь цицит, чтобы напоминать о том, чтобы мы не блуждали за своими сердцами и глазами, упомянута эта заповедь сразу после... Ну, не сразу, но в том случае в той же главе, немножко позже греха разведчиков. И по отношению к цициту еще есть интересный параллель, который я сказал в другом месте, что, возможно, голубое и белое, супротив глаз и сердца тоже, и супротив Калава и Ошуа, двух людей, которые не поддались уговорам разведчиков и остались лояльны Моше и Всевышнему. Так вот, я хочу сегодня рассказать кое-что из заповедей, из законов, связанных с цицит. Законов этих очень много, мы за один урок их не сможем покрыть, я уже в других местах рассказывал, но я кое-что переведу из книги Бен Ишхай, кое-какие отдельные из этих законов. Он с самого начала своей книги, в первый год изучения, да, книга Бен Ишхай делится на два года изучения, так вот, первый год изучения начинает с Брешит, и до Лехлыха занимается законами цицит. Потом он уже переходит в главе Ваира к законам Тфилина и так далее. Так вот, ну, во-первых, цицит, когда вы надеваете его, нужно иметь в виду выполнить заповеди, но также нужно иметь в виду, желательно иметь в виду определенные еще концентрации, да, есть заповеди, которые требуют особых концентраций, в идеале, да, как цицит, филин, сидение в суке. Ну, ладно, хотя бы иметь в виду простую кавону, что цицит должно нам напоминать, чтобы мы не блуждали за своими сердцами и глазами, так сказать. И когда мы делаем броху на цицит, нужно покрыть, если человек большой талит надевает и включает этой брохой, покрывает маленький талит тоже, нужно тогда это иметь в виду. Вот. На самом деле, многие ашкенадские евреи, когда встают, если они встали уже после того, как расцвело, делают отдельно броху на маленький талит, а потом уже в синагоге на большой. Но другие действительно делают такую броху на один талит, на большой талит, особенно если маленький талит, если сафик, нужно ли он размера, и видит ли он минимальный размер, есть диспут, какой этот минимальный размер. В самом случае, если делают одну броху, нужно иметь в виду покрыть все талиты, которые на нем. Но обычно их только два, большой и маленький, да, редко люди носят больше. В старые времена люди носили много одежды, на которых был цицит, но сегодня это вряд ли случается. И в Роха, говорит, нужно сказать бе-цицит, не ба-цицит. Это на самом деле диспут, и есть некоторые шкенадские седуры, которые написали ба-цицит, но вот Денешхай считает, что правильный носок бе-цицит. И следует проверить сначала, прежде чем закутываться, что нет никаких порванных цицит, которые делают его некошерными столить. На самом деле, сегодня цицит делают такими крепкими, что очень редко они рвутся так, чтобы сделать весь столит некошерным. В смысле, что даже если оторвалась одна ниточка, как правило, столит остается кошерным. Даже если две, там редко бывает, что столько оторвалось, чтобы стать некошерным. Две, там зависит уже от ситуации, как оторвались. Но по большинству мнений остается еще столит кошерным во многих разных ситуациях, кроме как если начнет рваться в самом верху, там, где именно цицит проходит через дырочку. Вот в этом месте лучше всего проверять внимательно перед тем, как закутаться, чтобы посмотреть, что все эти четыре нитки проходят, веревочки проходят через дырку и не порваны в этом месте. Но если порваны снаружи, то это часто отрывается снаружи. То есть, если отрывается вообще, сегодня вообще редко отрывается, потому что они толстые эти нитки, эти веревки. Но если они отрываются, то отрываются они чаще снаружи. И поэтому чаще всего столит остается кошерным. В общем, если человек сам не уверен, то я должен показать знающему раввину, чтобы тот посмотрел, кашели на его цицит или нет Вот, есть разные обычаи, как именно закутываться в Бен-Ишхае То, как он описывает длинно все это закутывание, оно все основано в основном на кабале И я это пропущу, это все в Сидурах описано, и люди знают, как это делать Он говорит, что если человек надевает новый талит, то следует сделать броху-шехьяну Но, говорит, на маленький талит не делает броху-шехьяну, потому что он не такой важный Это связано со следующим, это не связано с законом вицицит, это связано с общим законом, что когда человек покупает важную одежду, пиджак, шубу, пальто Он должен делать шехьяну, когда он радуется своей покупке Вопрос, что сегодня нас радует Мы так привыкли к дешевым относительно одеждам, это не советский совет, человек покупал и носил потом годами Чаще всего у нас все дешевое относительно, и мы носим недолго, и потом меняем, особенно китайское производство, оно не сделано, чтобы долго носить Поэтому, если такого типа мы покупаем одежду, многие не делают шехьяну на многие из видов одежды сегодня Кроме как, действительно, что-то очень богатое, дорогое купили Поэтому талит-гадоль, ну вот в Америке он стоит где-то от 50 до 100 долларов Трудно сказать, это заслуживает шехьяну или нет в наше время Во время Бенешхая талит-гадоль, наверное, заслуживал шехьяну, раз он так пишет И действительно, в старые времена это более было все дорого Сегодня, получается, зарплата двухчасовой работы, да, поэтому это не то, что жутко радует Но, с другой стороны, талит действительно носит подолгу потом, годами В отличие от обычной одежды, да, талит купленный, его продолжают наносить из года в год Поэтому, наверное, тот, кто хочет сделать шехьяну, во всяком случае, не потеряет на этом И он говорит, что не снимает пусть человек маленький талит никогда Но если ему пришлось снять, например, если он ходил там помыться, да, или бывает, что в туалете снимают В туалете не обязательно снимать маленький талит, можно его цицит, так сказать, подобрать в рубашку и завернуть это все и так сходить Но если он все-таки снимал талит, то тогда стоит вопрос, в каких случаях должен сделать новую броху, если потом снова надеваешь Так вот, в принципе, Шухонарух выставляет, что новая броха делается А Рыма выставляет, что если ненадолго снимали, то не делается И Бенешхай, хотя он был сефардским евреем, пишет, и так, действительно, обычно всех сефардских евреев сегодня Что в этом следует Рыма, а не Шухонаруху Потому что в случае сафрик-брахот, чтобы не сделать броху леватала Пустое благословение, а даже сефардим следует мнению Рыма в этих вещах И поэтому, если человек снимал талит и сразу же надел снова То тогда ему новую броху делать не нужно Но вопрос, что считается сразу, сколько времени должен быть Херсек Некоторые сегодня говорят, что это полчаса, 40 минут, еще больше Есть большие диспуты, что считается сразу Я бы подумал, если бы не слава поским, что сразу имеется в виду 5-10 минут Все, что меньше, больше, чем это время, это уже не сразу Но вот поским, опять же, боятся брохи леваталы И поэтому пишут, что сразу, имеется в виду в течение, допустим, более получаса Или что-то такое, это все еще считается сразу А не сразу, это, соответственно, час или больше Или, по некоторым мнениям, два часа И он говорит, что есть талиты, которые делают из шерсти Это лучше всего, это идеальный вариант И тогда и цицит делают из шерсти А есть другие талиты Из разных материалов В общем, в идеале, да, нужно стараться надевать шерстяной В жарких странах летом очень многие носят талит катан не шерстяной Потому что очень жарко и тяжело носить шерстяной талит катан Вот Но не ной талит, это есть определенные диспуты, связанные с ним Поэтому, если носит не шерстяной, то обычно покупают талит из хлопка Хлопковый талит, он наилучший вариант после шерстяного, видимо А что касается цицита этого хлопкого талита, обычно делают цицит тоже из шерсти Это, по большинству мнением, работает Так у нас халаха, что шерстяные цицит годятся и для хлопкого талита Хотя был диспут на этот счет тоже, но так вот основная халаха Если у талита нету четырех углов, то, конечно, он не обязан делать цицит Но если есть больше четырех углов, то обязан Но, говорит, конечно, если больше четырех углов, то делают только на четырех из них цицит Если есть пять углов, например, то не делают пять цицит, только четыре На наиболее далеких друг от друга углах И эти углы должны быть именно квадратными, то есть ровными Если человек сделал полукруг на конце талита, то это не угол Есть тоже диспут, какого размера должен быть этот полукруг И желательно, чтобы все цицит были и талиты, и цицит все белого цвета Так делают сифардские евреушки На дем большой талит часто делают, и некоторые маленькие тоже С такими полосками темными, черными, например, или голубыми на концах Но в основном он тоже белого цвета А у сифардима весь талит обычно делают белого цвета Ну и, соответственно, цицит на нем белыми Это, я имею в виду, те, кто не носит голубое, конечно Сегодня еще есть многие евреи, сифардские, ашкенавские, которые используют найденный тахелет Тахелет это или нет, это большой вопрос Но на всякий случай надевают талит с белыми и голубыми нитями Но об этом здесь Беншхан не говорит Вовремя никакой тахелет еще не был известен В его местах, в основном случае, никто не носил никакой вид тахелет А сегодня есть два основных варианта тахелета, которые продают в магазинах Один, который какой-то хасидский реббит давно уже нашел Другой, который был найден позже в Израиле Мудрецами, которые этим занимались В любом случае, тахелет основной, который более распространен сегодня Это тот вариант, который в Израиле был найден Мюрекс называется этот моллюск Из которого его делают Хотя гарантии нет, что это настоящий тахелет Но, в любом случае, вероятно, что это действительно настоящий тахелет И поэтому многие стали его носить Я тоже его стал носить несколько лет назад И Бенешхай пишет, что женщины, конечно, не обязаны надевать талит И, соответственно, если есть четырехугольная одежда, они не обязаны на них цицит вешать И говорит, что хотя обычно положительные заповеди, которые женщины хотят сделать, они могут сделать, если хотят Например, лулов поднимать И так далее Сидеть в суке Тем не менее, в отношении цицит Он говорит, что не следует им надевать цицит И есть некая неуверенность, что может это считаться мужской одеждой Раз у нас халаха, что женщины не обязаны носить цицит То есть, если женщины будут его носить, то получится, как будто они надевают мужскую одежду Понимаете, в чем дело? Были мудрецы талмуда, которые считают, что женщина обязана носить цицит Это диспута Рабишимана и Хохамим Время или ночи относится к времени ночи цицит или нет Если к времени ночи относится цицит, то тогда цицит это митцва, которая не зависит от времени И тогда и женщина обязана носить цицит Но, тем не менее, это такое мнение Рабишимана, что к ночи не относится цицит А Раббанан считает, что относится, значит, большинство даже мнений было, что ночью относится к сициду, значит, женщина должна одевать сицид. И, по крайней мере, конечно, нет никакого запрета женщинам носить это как мужскую одежду, потому что это такая же одежда женская, как мужская. Но именно по мнению, по которому мы следуем, что женщины не обязаны одевать сицид, раз не обязаны, это становится только мужской одеждой, потому что женщины обычно не носят. И тогда это уже получается, что есть хашаш, как он говорит, он не уверен сам, но есть хашаш, есть источник в Таргуме, в переводах на арамейский Торы, Таргум, так называемый Йонатан, считает, что ношение сицид и тфилина для женщины будет подобно ношению мужской одежды. И поэтому, если получается, возможно, запрет тоже в этом для женщины. Тем более, сегодня, когда это в основном делают всякие там консервативные, реформистки, и поэтому нам точно, нашей женщине, не нечего носить сицид. А насчет ребенка тут интересно, что, в принципе, маленьким детям уже покупают сицид. Закон такой, что когда ребенок может закутываться, ему уже покупают сицид. Но у нас в Ашкеназе большой талит не носят вообще маленькие дети, и даже когда в Бармитцево, тоже большой талит у нас дети не носят. Только талит Катан, талит Катан покупают даже маленькому ребенку, тем более, с времени в Бармитцево обязаны носить историю. Но талит Гадоль у нас не носят неженатые мужчины, кроме некоторых общин, там, немецкие евреи. А вот сефардим у них никак не зависит от женитьбы, это, в принципе, главная буква закона. Какое отношение женитьбы имеет к талиту? Как только человек Бармитцево, он, в основном, талит Гадоль должен носить. Или Хоро, даже до Бармитцево нет никакого запрета, если человек уже может закутаться, купить ему талит Гадоль, в который он может закутаться. Но, конечно, большой талит Гадоль будет слишком большой, он будет с ним путаться, нужно тогда поменьше размером. Но они не знают, что сегодня реально люди делают с большим талитом для сефардима, а не с какого возраста. Понимаете, у нас еще очень многие сефардские евреи отправляют своих детей в Ашкинавские ишивы. В Америке это очень популярно, потому что во многих местах просто нету хороших сефардских ишив. Иногда есть одна сефардская ишива на большую общину, и практически все сефардим оказываются их дети в Ашкинавских школах. И мальчики, и девочки. Девочки в обычных Бетьяковах, во многих, вот, например, там, где моя девочка, моя дочка училась, там в классе было очень много сефардских девочек тоже. И также около меня находится вот Ешива Хайм Берлин, и там немало сефардских мальчиков. Так вот, в таких ситуациях стоит вопрос, действительно, с одной стороны, сефардские евреи должны следовать своим традициям, с другой стороны, когда мальчик учится со всеми остальными, он не хочет отличаться от всего класса. Например, надевает филин с 11 лет. Ашкиназим обычно филин не надевает, пока уже близко к бармицу не приведет время. Ахасили только с временем бармицу надевает филин. А сефардия, в принципе, надевает филин и за несколько лет до бармицы, если уже могут следить, чтобы не пукать и так далее. Но насколько это реально все делать, когда учишься среди Ашкиназима, будешь очень сильно выделяться, и неудобно это как-то. Вот, и тем более талит-гадоль надевать, еще когда Ашкиназим только женатые мужчины надевают, а тут будет мальчик ходить с талит-гадолем. В общем, все это большой вопрос, как поступать действительно сефардин в такой ситуации. Во всяком случае, микарадин, цицит, человек, йоцит любым талитом. Ведь в Торе не описано талит-гадоль, талит-катан. В Торе написано, что в четырехугольной одежде нужно надевать цицит. Идея между разве же талит-гадолем и талит-катаном связана с Минхагим и также с Кабалой, что талит-гадоль это как бы внешний свет какой-то закутывающий, окутывающий человека. Но как бы там ни было, микарадин, во всяком случае, это не такая большая проблема, если сефардский еврей стесняется ему неудобно в Ашкиназской синагоге единственному быть, кто надевает талит-гадоль. А вот, да, среди мальчиков, я имею в виду. А вот с тфелином это более проблематично, потому что тфелин это уже вопрос халахи, не просто вопрос Минхага. Да, и действительно вопрос, насколько, так сказать, сефардский еврей, что должен сделать в такой ситуации. Наверное, нужно спрашивать у раввина. Ну и вы же знаете, что то, что говорит, что ночь это не время цицит, есть диспут, что имеется в виду. И на практике мы надеваем цицит и на одежду дневную, когда носим ее ночью, нужно, чтобы был цицит кошерный. И наоборот, если днем на ночной одежде четырехугольной, тоже должен быть цицит. Поэтому стоит вопрос, как же тогда мы спим под простынью, скажем, или под одеялом, которое четырехугольное. Ведь спим мы часто днем тоже, или во всяком случае досыпаем часть времени днем, когда человек просыпается, большинство просыпается, когда уже время цицит наступило. Так некоторые действительно осторожны и делают один угол этого одеяла круглым, неровным. Ну, в смысле, полукруг делают, чтобы не было четкого угла. Но какие-то оправдания есть. Во-первых, не очевидно, что считается одеждой, когда просто одеяло на человека, когда он спит. Более того, когда человек спит, он, возможно, поторминамит свод вообще, потому что он спит. Но, в всяком случае, на практике, если человек хочет, он может сделать один угол круглым это. Тогда уж точно будет, никаких проблем не будет. И на этом заканчивается наш урок. И на этом заканчивается наш урок.